Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о диаграмме Google таблицах. Мы рассмотрим классические виды диаграмм, которые у нас присутствуют в Google таблицах, а также новые диаграммы, которые у нас добавили разработчики Google. Итак, первая классическая диаграмма, которую мы рассмотрим, это же, конечно, гистограмма. Гистограмма у нас служит для сравнительного анализа показателя по одному или нескольким элементам. Как мы видим, сейчас у нас элементов несколько, да, они у нас сегментируются как по годам, так, соответственно, по улицам с туристами. Мы выбираем вставку диаграммы, далее выбираем нашу гистограмму, которая находится внизу, и теперь видим, да, что у нас есть по каждому году разбивка по улицам. Окей. Далее мы также можем изменить цвет диаграммы, это находится в настройках дополнительно, здесь выбираем стиль диаграммы и выбираем фон. После применения фона мы можем переименовать, обратите внимание, что когда мы нажимаем по одному из элементов диаграммы, у нас отображается меню справа, да, которое показывает именно те настройки, которые относятся к этому элементу диаграммы, что, в принципе, очень удобно. Нам необходимо переименовать в туристы, и это можно сделать как здесь, непосредственно в графике, так и здесь, да, непосредственно в настройках. Напишем туристы. Вот. Также можно выбрать шрифт, да, из нормальных здесь есть Sans, шрифт, робота и Narrow. То есть эти шрифты, да, которые чаще всего используются для оформления презентации, да, или каких-то визуальных объектов в, соответственно, Google таблицах или Excel. Также мы можем перемещать легенду, как это есть у нас и в Excel, то есть мы переместим ее вниз. И также можем задавать типы шрифтов, которые у нас находятся в подписях диаграмм. Да, делать их более жирными с помощью, допустим, шрифта или же просто, да, при помощи инструментов, которые у нас есть здесь. Окей. Это у нас стандартная диаграмма, которая называется гистограмма. Также у нас здесь есть нестандартная диаграмма, которая называется таблица. То есть для построения диаграммы таблицы из таблицы, да, мы выделяем таблицу. И, соответственно, здесь выбираем тип диаграммы, в самом низу у нас находится таблица. Нажимаем, да, и получаем результат. Вот, что здесь стоило бы отметить, то, что у нас есть чередование цветов, которые мы можем через вкладку дополнительно отключить. То есть выбираем, выбираем дополнительно, и здесь, соответственно, отключаем чередование цветов. И можем включить показать нерастрок. Также можно сделать сортировку, допустим, как по возрастанию, так и по убыванию, по каждой из улиц. Или же, соответственно, по столбцу 1, как он сделал по умолчанию. И если есть необходимость, да, можем разделить ее на несколько листов, то есть пролистывая вправо. То есть количество элементов, это выводимое на один лист данной диаграммы. Если параметры пропали, можно нажать «Изменить диаграмму», и здесь, соответственно, опять перейти, да, и задать уже другие. Так, давайте сделаем два. Да, видите, да, то есть на каждой пролистывании у нас будет своя диаграмма. Окей. Далее. Следующий пример – это у нас классический пример использования диаграммы PlanFact. Диаграмма PlanFact у нас строится в каких случаях? Когда нам необходимо сравнить изменения одного, да, или нескольких характеристик во времени. Выделяем данные. Заходим в «Ставка». Далее выбираем тип диаграммы, соответственно, график PlanFact. Мы здесь его можем сгладить через вкладку «Дополнительно стиль диаграммы», задать ему, допустим, светлый цвет фона, выбрать «Сгладить». И также, что здесь прикольно, то есть, что мы здесь можем выбирать формат буллетов. В формат буллетов, допустим, сделаем звездочки, сделаем его более широким, и тип линии, соответственно, сделаем ирным. То есть, это у нас план. Если нам необходимо сделать факт, мы оставляем тип линии. Толщину линии можно сделать чуть потолще, да, чем она была, допустим, 8 для наглядности. И здесь сделаем кружочек. Размер также 14. Да, то есть, видим, как у нас классно форматируется данный график, и как его можно использовать. Также мы можем построить нестандартную диаграмму, которая называется дискретная. Дискретная диаграмма дает возможность просмотра в формате гистограммы, только более наглядную, допустим, такая. Да, в Excel мы привыкли, что у нас такой формат диаграммы называется с областями. Да, здесь у нас формат немного другой, называется он дискретная. В принципе, очень удобно, да, для отображения и просмотра данных. И заключительный стандартный тип диаграммы – это круговая диаграмма. Круговая диаграмма у нас используется для отображения процентно-составляющих данных элементов. Мы выбираем, заходим в ставка, далее круговая. Да, и видим, что в данном случае у нас с абрикосовой находится на самом большом позиции. То есть, чтобы отдалить ее от центра, да, в Excel достаточно было перенести ее правее. Здесь мы выбираем процентное соотношение отдаления от центра. И, соответственно, также можем применять, как и в Excel, нестандартные цвета. Если в Excel это у нас цвет RGB, здесь, соответственно, у нас цвет в формате HEX. То есть, мы выбираем, копируем, выделяем сегмент, добавляем другой цвет. И здесь, в принципе, можно без решетки. Google, да, поможет вам сделать так, чтобы это было отличным. Все остальные цвета можно сделать, допустим, монохромными. Сделаем такого цвета, такого цвета. То есть, это когда мы делаем в формате до одного цвета. Вот, и выделяем сегмент, который у нас находится в самом большом процентном соотношении. В данном случае это у нас абрикосовая, 27%. И также, соответственно, мы можем построить кольцевую. Кольцевая у нас также есть в Excel. Выбираем тип диаграммы, выбираем кольцевая. Ее также можно отдалить от центра. И, соответственно, переименовать диаграмму, допустим, к туристу. Делаем это прямо непосредственно на графике. Окей. Итак, теперь давайте подведем итог всему вышесказанному. На сегодняшнем занятии мы рассмотрели диаграммы. Диаграммы в Google таблицах используются для визуализации данных. Также диаграммы можно использовать в презентации. Да, нужно даже использовать в презентации. Или же публиковать в интернете и давать доступ для их просмотра. На этом все. Наше занятие подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Впереди будет много новых видео про Google таблицы. А также планируется в ближайшее время осветить уроки по Power Query. Это настройка в Excel, которая уходит в пакет анализа Power BI. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...